Днем 6 декабря в соцсетях появилось сообщение, что в Рыбновском районе силовиками перекрыта трасса М5 в сторону Москвы. Появились первые свидетельства очевидцев, утверждающих, что в селе Высокое слышны выстрелы и даже идет бой. Оказалось, что в одном из домов действительно забаррикадировался стрелок, огонь он открыл во время визита правоохранителей из Вологодской области. В результате один из стражей порядка, по данным региональных СМИ, старший лейтенант Максим Розанов, получил смертельное ранение. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СОБР и ОМОН, управления Росгвардии Паризанской области. В ходе штурма спецназ Росгвардии пресек противоправную деятельность стрелка и передал его сотрудникам полиции. Следователи и криминалисты следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия для производства неотложных следственных действий. Действия подозреваемого пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Нападавший доставлен в медицинское учреждение. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем Рязанского следственного управления Владимиром Никешкиным. На данный момент известно, что стрелявший в вологодских полицейских сам родом оттуда. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, предварительно мужчину зовут Александр Глебов. Он 1976 года рождения. Многодетный отец, примерный семьянин, а еще заядлый охотник, был в непростых отношениях с первой женой. Они никак не могли поделить имущество и даже, что называется, выносили ссор из избы на Первый канал в программу «Мужское и женское». Поводом для нынешнего визита вологодских оперативников послужило заявление бывшей супруги, которая обвинила стрелка в подделке документов из Росреестра. ЧП поселкового масштаба стало межрегиональным. При производстве следственного действия 47-летним уроженцам Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области Каденев Дмитрий Владиславович, которым ход и результаты расследования уголовного дела будут взяты на контроль. Сейчас стрелок отправлен в одну из рязанских больниц. С мужчиной, скорее всего, проведут психиатрическую экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Пока же по факту убийства полицейского возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.